Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я хочу очень коротко проинформировать Депутатов Государственной Думы о том, что мы вчера подводили итоги социально-экономического развития Ульяновской области за январь 2019 года. Приятно было видеть, что Ульяновская область сохраняет свое место в числе одних из лучших регионов Российской Федерации, входящих при Волшине в федеральный округ. По итогам января индекс промышленного производства составил 100,6%, обеспечение электрической энергии, газом, паром, кондиционированием в воздухе 104,5%. Хорошие результаты показывают обрабатывающие производства, объем производства продукции сельского хозяйства. То есть вот эти все экономические и социальные показатели сегодня практически находятся в рамках тех целевых параметров, которые у нас с вами есть. Мы уже подвели итоги за январь-февраль 2019 года, за январь, вернее, прошу прощения, 2019 года с точки зрения сбора налогов, и нас это тоже не может не радовать, поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет составил 3,218 млрд рублей, и это существенно выше, чем было год назад. Рост, процент выполнения плана составил 108,2%, в том числе в консолидированный бюджет муниципальных образований 114,8%. Это позволяет нам более стабильно смотреть на ситуацию в регионе в настоящее время. И я хотел бы, вот пользуясь случаем, что здесь находятся коллеги-журналисты, искренне вас поблагодарить, уважаемые депутаты Государственной Думы, и от Единой России, и от ЛДПР за ту огромную работу, которую вы привели вместе с нами по привлечению федеральных средств на реализацию национальных проектов. Завтра будет заседание законодательного собрания Ульяновской области, и мы внесли предложение, благодаря вашей поддержке, изменить бюджет Ульяновской области и увеличить доходную часть областного бюджета на 7 миллиардов 75,6 миллиона. То есть мы прожили с вами два месяца, плюсом добавляем 7 миллиардов 75,6 миллиона рублей. Губернатор заявил, что команда Ульяновской области продолжит искать дополнительные доходы в консолидированный бюджет региона и в этом плане выразил большую надежду на совместную продуктивную работу с депутатским корпусом. Было отмечено, что только в ходе проведения Дней Ульяновской области в Совете Федерации удалось дополнительно привлечь в экономику региона 50 миллиардов рублей. Теперь задача каждого депутата, представляющего нашу область на федеральном уровне, сделать так, чтобы все эти средства дошли на реализацию конкретных проектов, а не растворились в виде контрольных поручений. И в этой связи ульяновские депутаты видят свои задачи предельно ясно и готовы бороться за каждый рубль для ульяновской экономики. Марина Павловна, вопросы довольно сложные и беспокойные. Это, в общем-то, природоохрана и очистные сооружения, очистка от нефтепродуктов. Насколько они вам новые, скажем так, насколько знакомы? И потом ведь, наверное, приходится бороться с коллегами из других регионов, которым тоже 50 миллиардов хочется. Наверное, не бороться, а сотрудничать, конкурировать. Ну, тема для меня знакомая. Я знаю проблему очистки от нефтепродуктов по нашему самому уникальному парку Винновской рощи. Это длится десятилетиями. Долго не могли найти источник. Сегодня источник определен. И поэтому сегодня нужно принимать некоторые действия, которые носят административный характер. А подготовительное затем уже и направление письма за пописью губернатора, безусловно, федеральное ведомство для того, чтобы выделили финансирование. Вопрос чистой воды для города, для правобережья, он актуальный, потому что по левой бережью вопрос питьевой воды, артезианской, он решен еще в 2013-2012 годах. И поэтому на сегодняшний день все, что касается питьевой и чистой воды, это, конечно, подготовка проектной документации. На сегодняшний день, насколько я знаю, Ульяновский водоканал муниципального предприятия еще в 2013 году получила лицензию на разведывательную работу и заложено финансирование. Этого финансирования пока достаточно. Это имеется в виду Кузоватовский барышевский плац, то направление еще в советское время разрабатывалось, и поэтому сегодня нужно актуализировать это, уточнить все, провести дополнительные работы и потом уже готовить проектную документацию для того, чтобы получать воду и обеспечивать правобережье чистой водой. Сегодня правобережье обеспечивается водой нашим поливненским водозабором, который находится в северной части, и он обеспечивает водой из Волги. Да, большая глубокая очистка, но это не та качественная питьевая вода, которую сегодня получают горожане. И вы знаете, что в своем бюджетном послании к федеральному собранию президент как раз обозначил тему и на жесткий контроль дополнительной полномочий Роспотребнадзору по проверке, контролю качества воды, которую употребляют жители того или иного региона в целом страны. Все, что касается противоползневых мероприятий, эта тема тоже знакомая, она требует огромных средств, по разным оценкам, по несколько десятков миллиардов рублей, потому что рассматривать только участок в пределах границы города Ульяновска нецелесообразно, поэтому его нужно рассматривать, начиная от Ундр и заканчивая Крюшами и дальше. Сложный участок омывается водой, этот берег идет постоянно, осыпка береговой линии, ну и плюс ко всему подводные подземные реки, которые проходят в границе города, в том числе это феномен во всем мире, две реки Волга-Свиянга протекают в противоположном направлении в радиусе двух километров, плюс еще ко всему прочему одна река впадает в другую. А сколько подземных рек, которые же поменяли свои русла, и все это влияет именно на берега укрепления. Ну и сброс до сих пор проходит в некоторых населенных пунктах очистных стоков тоже в реку Волга, и поэтому все, что сегодня касается очистки Волги, есть федеральная программа, предусмотрено финансирование, межфракционную депутатскую группу в Государственной Думе создали по очистке реки Волга, и я вошла в эту группу, ее возглавляет мой коллега-депутат из Татарстана, и все депутаты, которые живут, находятся и представляют интересы в Государственной Думе по всему периметру течения Волги с севера на юг, они вошли все в эту межфракционную группу. Поэтому вопрос будет на контроле, и, конечно, будем работать интересы нашего города, интересы нашего региона, защита интересов, в первую очередь, граждан, создание комфортной среды проживания для нас, это, конечно, приоритет. Будем работать всем депутатским корпусом Государственной Думы, и всеми сенаторами, которые представляют Ульяновскую область в федеральных центральных органах власти. Вы сами знаете, что в феврале месяцы прошли Дни Ульяновской области, в Совете Федерации мы принимали участие. Вот три вопроса мы взяли на себя, как фракция ЛДПР. Это строительство дороги Ульяновск-Демитровград, где будет где-то около 16,5 миллиардов, и в том числе в первую половину 2019 года нужно будет проконтролировать, чтобы деньги пришли. Это второй пуск комплекса мостового перехода президентский, это 3 с чем-то миллиарда тоже рублей. И Демитровград, болезненный Демитровград для всех, губернатор попросил, чтобы его задействовали, мы возьмем это на контроль. Это модернизация строительства очистных сооружений. В Демитровграде говорят, что там большая проблема. Тоже 250 миллионов, деньги тоже нужно выбивать, смотреть, и чтобы они поступили. За каждым депутатом Государственной Думы от Ульяновской области закреплены определенные направления и даны конкретные поручения, от исполнения которых напрямую зависит финансово-экономическое положение региона и благосостояние всех жителей области. Владислав Александрович, вопрос о здравоохранении все-таки в Госдуме для Вас не ново, но что-то новое всегда открывается, и какие сложности в связи с поручением президента, чтобы каждый гражданин России наконец-то имел право воспользоваться нормальной, доступной медицинской помощью. Действительно, сегодня и наш президент, и правительство, и наш губернатор Ульяновской области уделяют большое внимание здравоохранению, потому что здоровье нации, это, наверное, превыше всего. Сюда входит и здоровье, и занятие физкультуры, и спортом, все в совокупности, поэтому в комитете по здравоохранению очень много, уже практически 57 у нас прошло комитетов, наверное, это очень много по сравнению с другими комитетами, поэтому вопросы разного направления, но все направлено на то, чтобы действительно поднять уровень здравоохранения. Я хочу сказать, что и бюджет выделяет колоссальные деньги для понятия уровня здравоохранения в нашей стране. Это там неземские докторы и так далее. Много-много-много. Программу сейчас не буду перечислять, но уделяется очень большое внимание и выделяется множество денег. Теперь правильно только их надо использовать. Но что касается сегодняшнего мероприятия, то губернатор поставил задачу перед каждым депутатом. Ну, у меня направление здравоохранения, естественно, спорт, это реконструкция и модернизация восточного аэропорта, дом для престарелых еще в одном из районов помощи нуждается. Поэтому каждый депутат сегодня получил направление, где он может принять свои силы. Ну и мы все в одной семье, естественно, будем помогать друг другу, чтобы все вопросы, которые сегодня губернатор перед нами поставил, по Ульянской области мы будем выполнять и будем работать на благо Ульянской области. Другой блок вопросов, который курирует депутат Григорий Балыхин, также напрямую касается каждого жителя области. Особенно в сельской местности. Это вопросы образования. Хотя и в городах, включая областной центр, проблем здесь всегда было немало. Тем более, что все мы помним, что наука, образование и культура долгие годы финансировались у нас в стране по остаточному принципу. Конечно, помнит об этом и Григорий Артемович. Так меняется ли что-то сейчас в лучшую сторону кардинально? Я должен сказать о том, что ситуация, конечно, изменилась в лучшую сторону, потому что и в самом послании Владимир Владимирович объявил о том, что должен быть не только земский доктор, но и земский учитель. Я об этом мечтал уже больше 10 лет, после того, как медики добились земского доктора. Поэтому и финансирование, конечно, если сравнивать с тем, что было и 10, и 5 лет назад, конечно, небо и земля, я так скажу. Тем более, что сейчас реализуется не только государственная программа образования, которая рассчитана до 2025 года, но реализуются и национальные проекты. Раньше они были с 2005 года, когда я еще в министерстве работал. Это были приоритетные национальные проекты. Мы тогда тоже за счет этих проектов многое сделали. И компьютеризацию школ, и школьные автобусы, и все эти технические средства для школы и так далее. А сейчас, конечно, если мы реализуем эти все проекты, контроль тут тотальный со стороны и Министерства образования. Сейчас у нас два министерства. Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Не все это еще осознали о том, что таких два министерства. А служба по контролю в образовании и науке, она теперь не под Министерством науки и высшего образования, а под правительством. То есть растем, что называется. Ну а что касается вот сегодняшнего разговора, то, конечно, для меня важно то, что мы должны взять на контроль строительство двух школ на 1400 мест. Это полтора миллиарда рублей. Это одна школа в Новоспасском районе, а другая в Димитровграде. Это как бы сейчас для меня это святое, самое главное. Вот. И еще один очень важный объект – детский сад на 240 мест в Димитровграде. И еще я уверен в том, что нам нужно начать и закончить реконструкцию Ульяновского театра юных зрителей. Поэтому это три объекта. И для меня самый главный объект, он связан, скорее всего, со спортом. Я занимаюсь строительством бассейнов в Ульяновске. Уже построил два бассейна. Это бассейн в Ульяновском госуниверситете. Три года назад построил второй бассейн в Ульяновском педуниверситете. И вот злополучный третий бассейн со спорткомплексов – это в техническом университете. Мы его должны были построить еще четыре года назад, раньше, чем в педуниверситете. Ну, вот, каждый год возникают новые проблемы, связанные это и с кадровыми проблемами в техническом университете. Но я уверен и хочу заверить ульяновских моих коллег и товарищей, что третий бассейн плавательный, да, он будет построен, я думаю, что в 2020 году мы его построим. В 2019-2020 годы плавательный бассейн со спорткомплексом будет построен в техническом университете. Ну, вот так вот об этом и договорились. Можно констатировать, что встречи представителей исполнительной и законодательной власти в правительстве Ульяновской области будут проходить регулярно, а каждый рубль, изыскиваемый из внутренних резервов, либо получаемый за счет федеральной поддержки, будет находиться под жесточайшим контролем всех уровней власти и достигнет главной цели – повышение благосостояния ульяновцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова